Соблюдают ли права заключенных в Ивановских колониях? Общественные наблюдатели поставили этот вопрос на повестку дня и проверили женскую колонию номер 7 на предмет соответствия условия содержания заключенных и соблюдения гражданских прав. В сопровождении сотрудников ОФСИН наблюдатели побывали на основных объектах учреждения. Это далеко не первое посещение этой колонии общественниками, но, как отмечает ее руководство, подобные визиты всегда на пользу. Мы как-то с общественной наблюдательной комиссией всегда работаем в взаимодействии. В этом есть не отрицательно, а есть какие-то положительные моменты, потому что мы постоянно контактируем, осужденные связываются с организацией, как-то идут навстречу, мы решаем тут же эти все вопросы. Может быть, что-то мы не увидели, что-то не заметили, что-то где-то пропустили, но здесь в полном взаимодействии как-то вопросы решаются быстро, и я думаю, только есть положительные моменты. Наблюдатели осмотрели столовую, швейные цеха, медицинскую часть и учебный корпус. В обычных классах проходит обязательное обучение женщины, моложе 30 лет и не имеющие общего образования. Здесь они изучают историю, географию, литературу и русский язык. Начальник управления, уполномоченный по правам человека Ивановской области, Кабанов Андрей Юрьевич, я Никишин Владислав Геннадьевич. Какие есть вопросы, жалобы, заявления? Пожелания. Все хорошо? Хорошо. Члены наблюдательной комиссии также осмотрели отряды, где проживают осужденные. Особое внимание общественников привлек отряд облегченного пребывания. Здесь условия содержания значительно отличаются от привычных, но получить такую привилегию не так-то просто. Чем заслужили? Как активным участием в самодеятельных организациях, в жизни отрядов, в работе. Так, еще чем? В учебнике. Вели при сауне. Вели при сауне. Еще расскажите, расскажите поподробнее, хочется мне понять. Мы участвовали в конкурсе, сядь у нас и проходят самодеятельные. Сотрудничали активно? И естественно. Вот. По словам членов УНК, в ходе этого посещения ни одного факта нарушения условий содержания выявлено не было. Состояние освещения помещений и вентиляции были в норме. Общественники сделали вывод. Условия содержания в этом исправительном учреждении соответствуют всем нормам. Пожалуй, это одно из тех учреждений, которые, на наш взгляд, отличаются тем, что в основном права осужденных здесь соблюдаются. И здесь созданы неплохие условия для того, чтобы люди работали, чтобы они погашали свои иски. И что мы планируем рекомендовать, вы знаете, нет пределов совершенству. Мы ведь смотрим не только то, как есть, а понимаем, и я думаю, что точно так же настроены и представители исполнительной системы наказания, чтобы все-таки у людей условия были лучше. В ближайшее время таким же образом общественники проверят другие исправительные учреждения в нашем регионе. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.